Нет, я просто расскажу, о чем вы хотели поговорить, и тогда в следующий раз, если вы поймете, что можете и хотите, то можете подключиться к эфиру или посмотреть запись потом, потому что запись мы тоже делаем. А пока Андрея слышно, и ему меня слышно, он тоже может это сказать. Короче, я со своей стороны расскажу историю, история такая... Женька, можешь забрать телефон, спасибо большое. Хорошо, и я достаточно давно знакома с Александром Ивановым, это один из тех, кто поселился в Чаджаевке на Алтае, вот, и однажды мы с ним встретились и намечтали такой проект, туда прямо на Алтай, можно сказать, в глушь, потому что в этом поселении там до ближайшего вообще какого-то населенного, там, до ближайшего села, где вообще хотя бы есть магазины, там, 20 километров. Вот, мы решили сделать такой проект, в котором у людей, которые, ну, как бы мечтают однажды переехать в какое-нибудь эко-поселение или уехать из города далеко, жить на природе, мы решили сделать такой проект, чтобы такие люди, или хотят построить какой-нибудь ретритный центр, тоже где-нибудь далеко на природе, чтобы они приехали и реально получили, ну, реальный непосредственный опыт жития в эко-поселении, чтобы они не начали строиться без того, чтобы за плечами уже какой-то опыт иметь и уже иметь понимание того, как это работает, потому что понятное дело, что там построить, даже построить себе дом, это не только вопросы техники, это очень много разных вопросов, это вопрос отношений с окружающей средой, это вопрос отношений с людьми, с соседями, это вопрос каких-то своих внутренних трансформаций, ну, наверное, вы, те, кто это пробовали, вы не дадите мне соврать про это, вот, и мы действительно такой проект сделали, на два месяца мы вывезли, не помню, это было даже два или два с половиной месяца, мы вывезли группу желающих в эко-поселение, и мы там жили, помогали строить, какие-то вещи делали сами, и попутно изучали какие-то практики, которые помогают, такой, ну, если вам знакомо понять устойчивое развитие, sustainability, то есть идея как бы о том, как развиваться не через коллапсы, как бы развиваться поступательно, последовательно, и это имеет отношение и к земле, и к экологии, и к термокультуре, и к тому, как взаимодействовать людям друг с другом, к тому, как уживаться в сообществе, ну, в общем, задача была такая, чтобы люди встретились со всеми трудностями, с которыми предстоит в таких случаях встретиться, познакомились с ними, и уже дальше делали более осознанный выбор, понимали, чему им еще надо учиться, или просто, ну, как бы избавились от иллюзии, ну, как бы смотрели более реалистично на мир, и, может быть, если они в итоге поняли бы, что, значит, не надо им все-таки ехать, значит, они не готовы ехать на, ну, как-то жить на природе, то и не делать этого, вот, и, соответственно, действительно, все, кто поехали, они все встретились со всеми своими тараканами, со всеми своими трудностями, это, ну, с моей точки зрения, это был один из самых таких сильных проектов, который был в моей жизни, и он принес, ну, то есть там никто не ушел от трансформации, и, как бы, участниками были и жители поселения, и они были и участниками, и учителями заодно, и у нас были приезжие из разных стран учителя, достаточно большая команда, и мы осваивали такие инструменты, как и работа с убеждениями, и работа с эмоциями, и танец, и аутентичное движение, как элемент развития жизни сообщества, вот, и, собственно, вот Андрей, он один из поселенцев, у него пятеро детей, на данный момент тогда их было меньше, в тот момент он строил дом, плюс там очень многие вещи в Чаджаевке надо было в этот момент строить, и огромную кухню, такой практически дворец, на природе, и посадки были разные, мы строили купола, и жили в куполах, вообще это такое поселение, где достаточно много геодезических куполов, вот, и, соответственно, очень интересный опыт, как бы, людей, которые действительно долгое время живут, ну, в каком-то смысле, можно сказать, закрытой группой, это не значит, что группа закрылась от всех, к ним часто приезжают как раз гости, и причем приезжают гости со всего мира, но в основном это как бы жизнь в постоянном сообществе, она сильно отличается от жизни в городе, потому что если у тебя с кем-то конфликт, ты можешь просто закрыться в своей квартире и не общаться, то есть достаточно легко уйти от контакта, и таким образом как бы физически уйти из конфликта, потому что у тебя есть свои четыре стены, а когда ты живешь в поселении, несмотря на то, что у тебя есть дом с твоими стенами, в каком-то смысле этих стен, ну, практически нет, и вот как работать с границами, сохранять границы, как если у тебя случился конфликт с человеком, ты не можешь, ну, ты как на подводной лодке, ты не можешь оттуда убежать, этот конфликт там все время будет, соответственно, как вот это разруливать, и мне с этой точки зрения очень, ну, как раз было вот интересно, я после этого стала очень активно учиться драгондримингу, вообще вот как делать не только проекты в поселении, но и как, ну, не только в поселении вообще, не только проекты, но и как, ну, как бы, как уживаться вместе, потому что есть одна из таких, ну, то есть один из таких моментов, что когда мы начинаем находиться с людьми постоянно, то нам уже начинает, ну, становится трудно игнорировать, что они наши зеркала, потому что они нам начинают зеркалить достаточно постоянно наши какие-то вещи, соответственно, мы через вот этих других людей встречаемся со своей тенью, с тем, что мы сами в себе не хотим видеть, и часто мы можем начинать там кого-то не любить или раздражаться, именно потому что всплывают, ну, чем больше постоянства в общении, чем больше доверия, тем больше в моей собственной системе готовности встретиться с чем-то, с чем я обычно избегаю, встретиться, или там, например, люди, которые для меня мало знакомы, не очень близкие, они в основном мне хотят отражать какие-то хорошие вещи, и они, ну, то есть, а когда мы постоянно вместе, то появляется достаточно мотивации, ну, как бы, человеку показать что-то, что он не готов видеть, потому что это начинает, ну, как-то очень сильно становиться видимым или влиять на какие-то процессы. Вот, я, собственно, и сама про эти вещи готова поговорить, но мне интереснее, ну, как бы, говорить не в одиночку, конечно же, а с кем-то, причем с кем-то, у кого этот опыт такой многолетний. Вот, соответственно, тогда мы подождем моменты, когда Андрей сможет нормально выйти в прямой эфир с хорошим интернетом, и мы сами об этом поговорим. Вот. Что еще мне вам сказать? Не знаю, если есть какие-то вопросы, задайте прямо сейчас, я могу, наверное, что-то сказать, что-то ответить, и тогда попрощаемся. Сразу могу сказать про эфиры с потрясной движухой. У нас еще остался эфир, который будет про гудение, и, может быть, я там еще одну какую-то технику дам. Я вот сейчас в процессе того, чтобы выбрать дату, и в какие-то ближайшие дни я объявлю дату. Если вы еще не подписаны, я прямо в чате сейчас напишу, есть такой аккаунт Тело Мой Дом. Собачка Тело Мой Дом. Вот там точно появится объявление, и у меня появится объявление. Было бы здорово и тебя послушать одну. Ну, давайте тогда присылайте вопросы, потому что мне проще говорить, отвечая на вопросы, и я могу и сама в какой-то момент поговорить. А, и также, я думаю, что в ближайшее время будут какие-то эфиры, которые мы будем делать с Александрой Гордеевой совместно, потому что люди прямо нас спрашивают, какие-то вещи, какие-то подсказки по заботе о себе с точки зрения здоровья, тела, дыхания, питания, всего такого. Сложно в себе найти порой то, что в других не нравится. Да, если будут интересы также по каким-то вещам из Драгондриминга, тоже спрашивайте. В принципе, я готова рассказать, и у меня вот эти вот вчера, они достаточно свободные, я могу выходить в эфир, что-то рассказывать. Особенно если кто-то хочет поспрашивать, прям вы можете заявиться таким вопрошателем, и мы сделаем эфир вдвоем. То есть если меня кто-то поспрашивает, интервьюирует, мне, конечно же, есть много чем поделиться. Вот. И сейчас еще задумываются эфиры на тему самых-самых, ну, как бы, самых базовых вещей по части Embodiment-подхода. Я сейчас нахожусь в таком процессе принятия решения, может быть, я за это возьмусь как за проект, и тогда вместе с другими Embodiment-фассилитаторами мы просто будем делиться со всеми всякими такими, ну, как бы, самыми базовыми, основными штуками, которые люди могут сами использовать. Вот. Давайте, если я еще какой-то вопрос задавайте, или что-то хотите сообщить, сообщите, и я буду этот эфир закрывать. Вопрос. Самотряска технически идет через сгибание-разгибание коленей. Хороший вопрос. Мы на одном из эфиров как раз на, если не ошибаюсь, это был второй эфир про тряску, мы как раз про это говорили. Если мы начинаем думать, что мы идем через сгибание-разгибание коленей, то наши колени перегрузятся, они будут уставать и болеть с большой долей вероятности. У Андрея можно посмотреть Инстаграм. Его Инстаграм называется через, там, давайте я сейчас попробую. А, Наташа, Наташа Ушакова, если тебе нетрудно, ты можешь попробовать прислать. У меня в сторис висит его Инстаграм, называется «Чайная обитель веб». «Чайная» сейчас я сама попробую написать. «Обитель веб». Вот если не ошибаюсь так, если не получится, то просто введите «Чайная обитель» с русскими буквами, и вам загуглиться и найдет. Итак, то есть про тряску получается, и это не только тряски касается, это касается и хождения. Если в хождении я думаю, что я хожу ногами, у меня будут очень сильно уставать ноги. Если я перестану делить себя на части и нагружать какие-то отдельные части себя работой, то тогда я могу делать это всем телом, потому что на самом деле настолько в теле все взаимосвязано, что это мы только на уровне ума разделяем, что этим занимаются ноги, этим занимаются стопы, этим занимаются колени. И от того, что мы так думаем, мы действительно начинаем куда-то направлять больше усилия, и это место начинает уставать. Поэтому если вы откажетесь думать, что вы делаете это коленями, а начнете прям воспринимать себя как целостность, то это может сильно изменить картину. И прям очень многие люди уже мне в личку отписались как раз именно после этих эфиров, потому что был как раз вопрос про колени, и по поводу бега, вопрос про колени, и по поводу тряски. И я вот ответила, и мы в том числе позанимались, мы попробовали, что «Ага, можно вообще фокусироваться на других местах, можно двигаться там хоть от ключиц, хоть от внутренних органов». Собственно, в самих же аудио-протряску тоже я предлагаю переключаться и думать разными местами себя. И в том числе можно, ну как-то переставая себя делить на части, начинать двигаться более целостно, и тогда ваше тело просто будет работать по-другому. И мне люди прям пишут обратную связь, классно, мне перестали болеть колени. Я раньше мучилась, а теперь и хожу по-другому, и трясусь по-другому, и все действительно работает. Вот, поэтому экспериментируйте, пробуйте. Как бы наше представление о себе, оно незаметно, но очень сильно влияет на то, как в конечном счете мы используем разные системы и разные структуры в своем теле и мышце, но мы состоим не только из мышц, слава богу. Поэтому просто вот эти вот эфиры про потрастную движуху, они действительно, можете в Ютубе их набрать, на аккаунте в Ютубе «Тело мой дом», там уже есть, получается, сколько? Три эфира. И прямо вот посмотреть, оно может достаточно сильно вам поменять отношения со своим телом, и это та обратность, которую я получаю почти каждый день. Мне кто-то в личку пишет, говорит спасибо, спасибо. Вот, поэтому рекомендую. И, соответственно, посты есть во всех группах, там в ВКонтакте, в Фейсбуке и в канале в Телеграме «Тело мой дом». И там есть пост со ссылками на аудиозаписи, можно просто включать и трястись, но предварительно лучше посмотреть эфиры записанные. Там я как раз все объясняю, зачем и как. Вот. Все, могу тогда закрывать, или что-то кто-то хочет еще сообщить, сказать, спросить? Хорошо, что спрашиваете, мне кажется. Вот пишет, спасибо за аудиопрактики. Я рада, что ты пользуешься, Катя. Ладно. Тогда все, тогда... Тогда закрываю, отключаю. Спасибо вам большое, что вы присоединились. Вот эта вот маленькая штучка, я тоже думаю, что мы запись выложим, просто чтобы понятно было, о чем у нас. Вопрос про тряску. Время практики появилась сильная боль в спине. Вопрос только непонятно. А, невозможно было продолжать. Ну, понятное дело, что если начинается что-то, от чего невозможно продолжать, то не надо продолжать, но можно в следующий раз попробовать, прям наблюдать, потому что если какие-то вещи... Ну, то есть, если боль появилась, то, скорее всего, вот тут пишет, интересно, про опыт ДД. Задайте более конкретные вопросы, потому что про опыт ДД я могу рассказывать годами. На следующий день болело вообще все. Окей. Особенно шея. Ага. Если еще есть какие-то подробности, напиши. Соответственно, когда боль появляется, обычно она не появляется резко, она появляется как-то постепенно. То есть, мы что-то с собой делаем, и то, что мы с собой делаем, например, оно, не знаю, нездоровое или нашему телу не подходит, оно сначала сигнализирует на уровне очень тонких сигналов, а потом оно начинает уже бить в барабан, если мы эти тонкие сигналы игнорируем и не слышим. Соответственно, вот этот вопрос, стоит ли идти в боль продолжать? Ну, то есть, явно, скорее всего, если оно показывает тебе болевые сигналы, то есть, то есть, ты делаешь что-то, чего ему не хочется. И если продолжать, ну, то есть, у кого-то есть, конечно, концепция, что нужно там себя через насилие продавить, там, ну, как бы я не придерживаюсь такой концепции. Можно, например, смотреть, окей, если я буду продолжать так же, как оно есть, то, скорее всего, тело, ну, то есть, если я буду продолжать ровно так же, как есть, то, скорее всего, это повод, чтобы тело все-таки до меня докричалось, говорит, нет, остановись. А может быть, я попробую что-то делать по-другому и начать экспериментировать с какими-то параметрами. Я могу делать там мельче, медленнее, замечать, как именно я выстраиваю свое тело, пробовать его выстраивать по-другому. Вот. Тело шло спонтанно, само не из ума. Ну, то есть, у меня нет рекомендаций для тебя, что делать, потому что это, ну, твои отношения с твоим телом. Но я бы точно совершенно порекомендовала поэкспериментировать, потому что, тем более, если ты говоришь, что болело все, то это какой-то достаточно сильный сигнал, и, может быть, к нему стоит прислушиваться, и стоит по... ну, вот именно не бояться, не отказываться и не пытаться продавить, усилить, а именно попытаться экспериментировать варьируя какие-то параметры, и ты сама для себя посмотришь, что это за параметры. Это может быть то, как ты стоишь, и если ты просто облегчишь себе и начнешь делать там как-то мельче и без усилий, то, может быть, тебе будет доступно действительно что-то все-таки делать и по мере этого экспериментировать, но не на такой же... не на таком же усилии. Вот. Ты говоришь, мне показалось, что оно показало корень напряжения. Может быть, но ты смотри, что оно тебе показало. И, ну, как бы, играйся с этим. Можно, в принципе, вот эти все аудио, которые я выложила, которые аудиоинструкции, их можно, например, применить не к тряске, а к ходьбе. То есть вот возьми все, что там сказано, и просто начни с этим ходить. Там гулять, например, по улице, если есть возможность гулять, или там по квартире хотя бы гулять. То есть какое-то движение, в рамках которого ты будешь экспериментировать. Вот. Болело все, проснулись мышцы, которые раньше не работали. Да, так тоже бывает. Ну, вы, наверное, можете различать разную боль, да? Боль от уставших мышц, которые, наконец, включились, и боль, когда происходит какая-то острая боль, потому что где-то мы себя там перекорячили, перенапрягли. Это действительно боль разная. Что еще сказать? Да. Ну, кстати, вот интересно, это как раз про, ну, такой про уровень чувствительности, что люди настолько привыкли не замечать свое тело, что единственный способ, как оно может достучаться, через какие-то очень интенсивные ощущения, потому что тонкие ощущения мы как бы игнорируем и реагируем как раз только, когда больно, когда все вроде бы в порядке, нам это как бы не очень интересно. Соответственно, что мы можем делать? Мы можем развивать чувствительность, и понятное дело, что поначалу, когда развиваете чувствительность, со временем жить становится как бы неудобно, потому что вдруг начинаешь чувствовать все, что было неудобно, все, что было неприятно, но ты раньше это игнорировал, а сейчас перестал, и в том числе болезненные ощущения, они могут появиться как бы в большем формате на время, именно потому что мы наконец-то стали что-то воспринимать, и тело наконец-то есть возможности высказаться. Спрашивают, спасибо. Можно еще вопрос по продолжительности тряски. Сколько чувствуешь? Час сходу довольно круто. Ну, опять же, если вы себя как бы весь этот час держите в усилии, то это может быть слишком много. Поэтому варианта два, и вы просто выбираете сами, либо вы можете потрястись поменьше, либо вы можете идти не через усилия, и тогда там есть такой интересный момент, то есть если действительно взять себе там максимальную длительность, какую-то час или два, то сначала мы делаем что-то привычным нам способом, и это тем самым способом, которым мы в том числе устаем, то есть мы применяем какое-то излишнее напряжение. Если продолжать это делать, то со временем устаешь делать так, как обычно, и перестаешь делать с усилием, и начинаешь делать уже из расслабления, потому что уже сил больше нет делать с усилием. И вот это прям такой хороший момент. Когда-то меня учили его использовать, когда я в институтские времена работала фотографом, и тогда еще не было цифры. То есть нельзя было сделать миллион кадров, у тебя всегда количество пленки ограничено, тебе все это придется потом еще проявлять и печатать, это все достаточно дорого. Соответственно, пленку надо было экономить. А когда у человека начинаешь снимать портретную съемку, то он по привычке напрягается, и начинает делать такое лицо, сделать такое лицо, и вообще остается таким напряженным, пока не устанет. А когда он устал, он расслабляется, и просто становится естественным, становится самим собой, и тогда имеет смысл уже снимать, получатся хорошие кадры. Соответственно, мы поначалу делали так, что снимаешь человека, в этот момент ставишь просто пустую катушку от пленки, саму пленку не ставишь. И делаешь много-много-много кадров, изображаешь, что ты меняешь одну катушку на другую, пленка закончилась, давай еще, давай еще, пока человек не задолбается держаться, держать себя и показывать себя. И вот когда он наконец устал, он становится естественным, он уже не напрягается, и тогда получится хороший кадр, ты вставляешь одну пленку, и у тебя просто большинство кадров хорошие. То же самое с движением. Иногда как раз классно делать долго, не для того, чтобы, не знаю, перенакачать какие-то мышцы, а именно для того, чтобы выйти за пределы того состояния, где вы по привычке делаете с усилием, и выйти на безусильное состояние. И некоторые называют второе дыхание. Поэтому, конечно же, выбирать вам. Вы можете попробовать просто сокращать время, а можете попробовать наоборот удлинять время. Пловцов учат техники, когда их сильно вымотают, а только потом техника. Ну вот, видите. У меня с танцем так же, на самом деле. Когда танцуешь, сначала выдаешь все движения, которые знаешь, потом ты от них устаешь, и тело уже устает. И уже начинаешь двигаться без усилий. Это совсем другой танец. Вот. Ну, то есть я вижу, какие-то вопросы появляются. Я могу еще поотвечать, если хотите. Если есть, сейчас спросите. Вообще так интересно, что можно просто включить и говорить. То есть можно сказать о тряске, что это практика релаксационная в итоге? Конечно. А какая еще? Тряска помогает. Ну, то есть когда у нас есть, например, реакция какая-то, что-то произошло. И у нас система активизировалась на то, чтобы с этим справиться. Разобраться с этим или убежать, или как-то физически отреагировать. То есть обычно все стрессовые реакции, они сводятся к таким достаточно, скажем, древним базовым механизмам. У нас выделяется энергия на то, чтобы в ситуации справиться. Но мы обычно эту энергию не используем, мы ее запираем. Там для нас произошло что-то, что для нас было, ну, как бы что вызвало у нас стрессовую реакцию. Мы же воспитаны, мы же не будем никого бить в ответ или там убегать на самом деле. Соответственно, та энергия, которая в теле выделилась, мы ее запираем, устанавливаем. И дальше получается, что есть энергия, которая просится быть реализованной, а мы для того, чтобы ее остановить, используем равную по силе энергию для того, чтобы ее как раз там там приостановить, придержать. Соответственно, мы в итоге устаем от того, что, по сути, у нас, грубо говоря, одна мышца хочет туда, а другая ее сдерживает, говорит, нет, мы туда не пойдем. И здесь получается, ну, как бы в теле конфликт и получается напряжение, которое сохраняется. Соответственно, тряска, из-за того, что тряска, в ходе тряски у нас получается мышцы все время попеременно включаются-выключаются, включаются-выключаются. Она помогает, во-первых, их повключать-повыключать, чтобы, наконец, они перестали быть зажатыми в том положении, в котором они зажались, а, во-вторых, она позволяет реализовать ту энергию, которая выделилась на действие, как бы превратить ее в действие, превратить ее в движение. Другой способ — это бежать. Просто бежать со всех ног и реализовать эту энергию. И вот тряска — это один из способов реализовать эту энергию. И, конечно же, это приводит к расслаблению. Если мы используем слово расслабление, релаксация, то да, оно в конечном счете к этому приводит. Можно убрать те зажимы, которые накопились исторически, просто через то, чтобы регулярно практиковать тряску. Пишет нам Артсоматик. Привет, привет. Вот. Что-то еще? Окей. Ну, вот я прям рекомендую, если вы еще не посмотрели все эфиры, которые были про вот эту потрясную движуху, посмотрите все, у вас, возможно, тогда вопросы будут совсем другие. Уже потом, что там на какие-то вещи я отвечаю, а те вопросы, которые появятся, обязательно задавайте. И про них как раз тоже можно будет поговорить. Вот. Я тогда сверну эфир на сегодня. Спасибо вам большое, что вы присоединились. Простите, что технически не получилось поговорить с Андреем. Вот. И до скорых встреч. Просто следите за объявлениями, всякие эфиры классные будут. Вот. Вот и приглашайте тоже на свои эфиры. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok